В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина открылись новые образовательно-производственные классы. Теперь студенты не только изучают теорию, а с первых дней учебы погружаются в практику. О новых мастерских, которые открыли в Красковском корпусе техникумы, расскажет Анастасия Кладинова. У нас запускается в автономном режиме, он летит и непосредственно засеет. То есть вот здесь специальная система управления, которая открывает, позволяет это в нужный момент высыпать. В марте этого года Люберецкий техникум прошел конкурс в Министерстве просвещения Российской Федерации и выиграл федеральный грант на 100 миллионов рублей для создания образовательно-производственного центра. Теперь новые учебные участки оснащены высокотехнологичным оборудованием, на котором работают студенты. Новые мастерские открылись в этом корпусе, корпусе Краскова, потому что у нас комплекс лабораторий. Мы выиграли конкурс «Профессионалитет», федеральный проект «Вектор», который задан президентом нашей страны. В этом году у нас появились и новые направления, и в связи с этим открыты новые зоны по видам работы. Это мастер слесарных работ, очень востребованные направления, поэтому впервые у нас был набор. Лабораторийный химический анализ, оптика, полимерные и композитные мастерские. Эти классы максимально приблизили подготовку кадров к потребностям предприятий. Александр Данилов поступил на специальность лаборант химического анализа. Он учится на первом курсе, но уже с первых дней понял – с этой профессией хочет связать жизнь. Эта профессия заключается в том, чтобы контролировать качество любого сырья на разных производствах. Я выбрал эту профессию, во-первых, потому что она универсальная, то есть можно пойти в разные отрасли. То есть можно пойти в оборонку, можно пойти в медицину, можно пойти на строительство. Студенты, прежде чем приступить к практике, в обязательном порядке должны присутствовать на лекциях. Мы должны ознакомиться с материалом, да. Они должны ознакомиться с техникой безопасности, со средствами индивидуальной защиты. Только после этого они могут допускаться в лабораторию. Новые классы проверил и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Техникум развивается, профессии очень востребованы. В этом году набор на каждое место наш техникум превышал 8 человек на место. И, конечно, это престиж, это гарантия получения профессии, которая будет необходима на каждом технологичном сложном предприятии. Всего в Красковском корпусе создано 6 учебно-производственных участков. В техникум в этом году по новым направлениям поступило 375 человек. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Люберецкое телевидение.